Итак, друзья, Fire TKF 533, я его сегодня взял с собой, чтобы похулиганить на трибунах, но, к сожалению, ввели Fan ID, поэтому сегодня я пойду на стадион без Fire. Я оставлю закладочку здесь, если вы будете, обязательно заберите. Все, он там лежит, когда Fan ID отменят, вы, пожалуйста, его там заберите, пройдите туда и сожгите. Хорошо, договорились? А теперь поставьте лайк, и мы поехали. Там мужчины играют на саксофоне для каких-то избранных. Это сервис, это я понимаю. И биток из колонки еще идет. Вообще кайф просто. А вы могли бы на... А вот здесь ключ. А можете пустить на саксофон послушать, пожалуйста. Хотелось бы живой музыки немного. А можете приоткрыто оставить? А можно, пожалуйста? Мы саксофониста хотим подснять. Спасибо. Здрасте, а песню можно заказать у вас? Пусти меня ты, мама. Пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни. И там братва гуляет. И не мешают мусора. Нравится вам такая песня? В этом что-то есть. Я тверь люблю, как маму. А, не играйте. Нет, либо я, либо вы. Ну, пойте. Нет, нет, вы сейчас. Нет, сейчас вы. Нет, я все уже. Я закончил. Все, вы закончили, да? Я тверь люблю, как маму. А что такое? Я тверь люблю, как маму. Люблю свой город детства. А здесь туалета только? Здравствуйте. Здравствуйте, счастливый. Здравствуйте. Фанайди. Ну как? Безопасно? Отлично вообще. Триск всегда будет первым. А Зенит вообще игрушка какая-то, что ли? Гэ. А Фанайди? А Фанайди отличная тема. Фанайди! Фанайди! Ура! Безопасно! Вот это, вот это. Что, что, в школу, где можно посмотреть? Фанайди ТВ. Здравствуйте. А что говорить? Вопросы есть? Фанайди, друзья, наконец-то. Нет мнения, знаете, есть такое. Когда нет мнения такого. А, это когда овощи всякие, да, такие типа? Ну как? Безопасно? Да. Ну как вы вот в обычной жизни безопасность как-то вот, ну, соблюдаете? Руки моем. Три самых бесящих закона о футболе прямо сейчас. Вот это фигня, чтобы купить билет. Пришлось потратить очень много времени. А можем сказать, что типа быстро все прошло? Ну чего, как там? Быстро оформили фанайди? 15 минут. И все, и сразу у вас карта болельщика? Ну, там почти. Ты немножко так заиграла внутри, типа, блин, сейчас безопасно будет на футболе? Было такое? Возможно. Никаких этих фанатов безумных с креслами, кидающимися флайер. Но у них обычно отдельная зона. А сейчас их вообще нет. Можно книжки читать на стадионе сидеть. Тишина будет полнейшая. Даже кричать никто не будет? Будет кричать Акинфеев и услышите, как он матом орет. Фанайди, спасибо. Теперь мы можем слышать, как футболисты матерятся. Ура, спасибо, госуслуги. Какие нахуй госуслуги? Как оформили фанайди? Нормально все было? Да вообще все удобно, все классно. Супер? Вообще классно. В госуслугах фотографии загрузили. С первого раза получилось? Нет, с третьего. Не знаю, фотографии, видать, не понравилось. Друзья из госуслуг, посмотрите, красивые парни. Почему сразу не бронять фото? Сначала я с третьего раза загрузился, потом сына с третьего раза загрузил. Приехали, вот сын приехал в ЦСКА потренироваться. А вы хотите его сдать в Академию? Нет, мы хотим просто потренироваться чуть-чуть. А чтобы он потом вырос, стал миллионером и вас одержал, правильно? Да нет, 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 нету таких целей. Точно? Точно нету. Вот сейчас эти слова запомни. Да, хорошо. И потом, когда ты станешь футболистом, он тебе позвонит. Скажи, помнишь, что интервью говорил? Какие новости? Выбрались. У нас теперь паспорта. Паспорта болельщика? Конечно. Первый. Так это получается вы как бы зашкваренные уже, да? Да, и те слова. А какое слово, как правильно лучше сказать? Типа вляпались или как? Вступили ведь. Вступили в ряды обладателей паспортов болельщика. Мы прошаренные, не зашкваренные. Прошаренные. Все, проходите, там безопасно. Спасибо. Зашкваренные. Что смотрите? Хоккей. Хоккей. Пришли на стадион и смотрите хоккей? Да, все, когда болеем. А как вот вы сделали этот выбор между футболом и хоккеем? Почему сюда, а не туда? Больше футболу нравится все-таки, чем хоккей. Нет. Просто вы воспользовались возможностью оформить карту болельщика. И где карта болельщика, там безопаснее, верно? Ну, мы согласны. Честно говоря, я на хоккее безопасный, без карты болельщика. Ну, я, кстати, тоже не согласна. Но там же тоже проверяют. Все интервью мне испортили. Вы чего? Давайте, на хоккее гораздо опаснее, чем здесь. Да, да, мы согласны. А что, скучаете? Давайте подержу вам, неудобно, наверное. Первый раз на стадионе? Нет. Может быть, шестой или седьмой. А вы до этого были без фан-айди на стадионе? Да. А разницу ощущаете сейчас? Ну, пока нет. Да. Да. Расскажите, какая разница? Проходить сложнее немножко. Потому что сначала нужно показать один QR-код, потом штрих-код билет. На входе куда-нибудь а есть. Да, не привыкли пока что. Но все это компенсируется чем? Безопасностью. Абсолютно верно. Это ваш муж? Да. Давно вместе? Женатый с 2003-го. А это с ним кто? Сын. Расскажи, пожалуйста, про свой стиль. Это кепка, но ходить просто в ней холодно. И я решил надеть ее на шапку. Так и тепло, и стильно. Ну, ты практически защищен. Ты практически защищен так же, как все болельщики на стадионе с введением паспорта болельщика. Всем обладателям паспорта болельщика мы сегодня дарим баночку попкорна. Держи, это тебе. Спасибо. Все, давай, счастливо. Безопасного футбола тебе, пока. Синецкая футбол. Смотрите, друзья, вот так вот мы попали на Винлайн Матч Тура. Красиво как. Блин, Винлайн, конечно, красавчики. Сейчас что-то будет. Давайте посмотрим. Это Винлайн Матч Тура РПЛ. Наслаждайтесь игрой. Остальное за нами. Супер. А что больше всего понравилось? Барабанщики, наверное. Футбол будет более интересным. Думаете, более интересным, чем это? Конечно. Потому что это что? Это Винлайн Матч Тура. Давай, помогу тебе. Иди сюда. Давай, видео. На 0,5 ставь. И пошел, 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 пошел. Обалдеть, ребята. Веб-арена. А мы не снимали все это время. Еще раз давай. Погнали. Раз, два. Отойдите, отойдите, отойдите. Отойдите, отойдите. У нас видео. Веб-арена. Винлайн Матч Тура. Ничего себе. А где болельщики? А что случилось, друзья? Класс, да? Да. На хрена Фанайди оформил? Да. Фанайди. Что Фанайди? Черт. Ты оформил? Да. Зачем? Как без этого никак? Серьезно? Я вообще ни грам, не сомневаюсь. Не сомневаешься в чем? То, что я ошибся. Ну да. Ты ошибся. Мужики, в туалете безопасно? А я говорил, Фанайди работает. Даже здесь. Везде работает. Здрасьте. А вы что такие веселые? Да мы всегда веселые, брат. Потому что... Потому что что? Ой, небо, Питер. Моя летящая походка, она незыблема. Она не передается по наследству. И она приветствуется только от клана к клану. Подождите, подождите, я хочу повторить. Ты же дуравый. кто я это как ну как мальчик девочку девочки мальчику но никак не так мальчик девочку и девочка мальчику как тебя зовут меня не зовут я сам приходу по она я полтора часа сюда заходил чтобы меня звали вы чё угараете а почему полтора часа заходили потому что там очередь да что такое фанайди вели люди все равно идут какой фанайди братан я целый час получал вот это вот во всех там и все равно опоздал а все почему потому что мы как дела хорошо как фанайди плохо очень плохо с фанайди фанайди убийца футбола нужно это все дело убирать потому что на стадионе театр на стадион зайти вовремя невозможно это прям все отвратительно на стадионе атмосфера просто убогая поэтому пожалуйста если у нас слышите отмените пожалуйста фанайди мы его уже оформили три главных убийц российского футбола прямо сейчас кто у нас президент рфс я забыл его фамилию колосков от колосков потом фидун по-любому и зарема салихова тоже в том числе глупую загадку загадаю летят два крокодила один красный синий другой на север вопрос сколько весит килограмм гвоздей правильный ответ зачем мне фанайди если я не курю достойно вин лайн вин лайн друзья вот все видите как приятно с такими людьми подготовленной вторник все смотрим и код мать свою встретил все знают про меня все давай сибачу пока за деньги да сколько денег дашь за фотку рублей 500 друзья впервые беру деньги за фото почему нет собственно надо было начинать что пришли сюда из газпрома перевели давай егор валерьевич ну давай как за 500 рублей на классную фотку сделать давай вот так вот ну ты-то садись на колено тоже чут привет ребят нужна ваша помощь значит у нас небольшой перформанс можете пожалуйста взять по букве и поднять со стартовым свистком во втором тайме со стартом свистком надо будет поднять всем буквы здесь вот мы по одной раздаем но что друзья мы находимся на пороге величайшего перформанса в истории российского футбола в эпоху фанайди надеюсь все к этому готовы безопасно друзья это самое главное оформляйте фанайди на госуслугах безопасность безопасность помогите безопасность 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 спасибо большое спасибо было безопасно по моему а вам как если вам понравилось ставьте большие пальцы вверх хотим устроить перформанс тихонько жжем на фанатки друзья фанайди это очень безопасно оформляйте госуслуги свяжитесь со мной я сделал для вас больше чем кто-либо по найди убийца футбола о випка здравствуйте о на халяву конечно паспорту болельщика как относитесь но если я пришел на футбол значит он у меня есть романцев сказал не будет оформлять у олега свое мнение а вы решили оформить то что я люблю футболу я на него хожу как дела хорошо фитбол забил это что значит что 1-0 да и то что константин генич тот самый я просто правила спора не поняла там считается кубок не считается сейчас считается сейчас же не кубок да понятно почему раз от вас убежала на сборах когда максим ухина я видел это куда мы нифига себе у вас сборы ой-ой-ой-ой кто это это девушка федора жена на сборы приехала или девушка еще к семейным клуб мы кстати об этом не сказали но у женского футбольного клуба цска на сборы можно было с детьми приезжать у нас детей нет а нет пока а чё ждете чё тянете карьера после карьеры у нас же возраст молодежи подняли сейчас а вы еще молодежь у себя считаете молодежь расскажи тогда нашим уважаемым подписчицам как познакомиться с футболистом где-то выцепила чалова как так получилось это понятно фигуристка да правильно неправильно не знаю мы познакомились еще нам было бы лет по семнадцать то есть два года назад плюс минус вот и в контакте в контакте чалов есть контакте ну конечно то есть я прямому могу написать стикер отправить абсолютно у него еще долгое время в контакте был адрес с точностью до квартиры года два назад его убрал только поэтому да написать не могу статус у него какой был в контакте когда вы познакомились помнишь я не помню а у тебя какой был в активном поиске какой совет дашь о девчонкам которые хотят с футболиком познакомиться не хотеть познакомиться с футболиком это главная ошибка мне кажется то есть совершила ошибку да я не хотела познакомилась с федей в первую очередь они с футболистом можно вам тоже вопрос такой задать костя кучаев на сборах сказал что у него ваш портрет стоит в номере поэтому нас не пустил но вы приезжали на сборы в турцию ну да ненадолго а как вы там время проводили они там на тренировках целыми днями а вы чё делали а мы всех обсуждали вот эти крысины сплетни да ой расскажите мне какую-нибудь одну сплетню а вы как познакомились кстати вы фигуристка он футболист но вы в разных вселенных существуете написал он написал написал я почему-то решила ответить я тоже постоянно пишу девчонкам директ они мне не отвечают что нужно написать чтобы они ответили мне кажется вот этот вопрос надо кости задать ну что хочет познакомиться очень и ты клюнула на это нет но я ж не буду все тайны раскрывать там еще фото было пусть фото она раскрывает тайн что он написал он не разговаривает скромный такой парень ладно окей допустим вы уже как бы такие матерые девчонки что нужно мне написать посоветуйте какой-нибудь элитной девчонке чтобы она мне ответила самое главное мне кажется нужно писать от сердца нет такого шаблона что надо написать солнцу что нет нет по имени по имени а типа там например алина алина да и загитова здравствуй алина загитова пишу тебя от сердца а дальше давайте составим предложение для того чтобы я написал сразу же прям сейчас могу написать попробуем я но мне тяжело потому что я не мальчик я заметил что вам в ней нравится в ком алине загитовой что она со мной не разговаривает а я хочу поговорить с ней она убегает от меня ну так и напишите вот вы бы ответили на такое сообщение я вам сейчас я напишу хочу поговорить понравится нет что вам нравится может быть ей понравится это сообщение маникюр прикольно да будет может это будет оригинальная она ответит все пишу алина загитова привет мне нравится маникюр хочу пообщаться а может прокатит привет привет ну расскажи кто-нибудь из баллистов пишет тебя нет все перестали писать все перестали писать как стала сотрудничать с цска мы с юрием палычем поедем в казань он полет за акбарс я были за авангард будем смотреть хоккей если выйдет акбарс акбарс выйдет да и если выйдет авангард не выйдет с маргаритой мы кстати подружились эргенсон маргарита привет ты машу задрюкала вопросами какими-то тупыми я вспомнил вы сейчас скажу света букина нет ее да я рос на ее кино я знаю хорошо маша один вопрос правда что кузя в универе играл сам себя что и требовалось доказать я правил что столько бабок что вы пацаны можете в любые города ездить и на футбол просто посмотреть я все рассказала слушай а зачем ты отписался отписался от тебя 3 сентября кто выкладывал ты просто приглашали просто надо чего-то в этой жизни достичь а вот бесплатно везде приглашать поэтому ты не будешь тратить деньги но у меня и мне еще далеко до вас но я уверена что ты все сможешь я всегда верю в людей андрей панков андрей панков знаете а я тебе скажу что я сам не знаю кто я такой это творишь который ты готовил на победу в рб просто чтобы знали андрей так сильно рассчитывал выиграть в прошлом году премию рб что подготовил речь но и выиграл сева тирлецкий вот он пожалуйста голосуйте ребята кому бы вы отдали премию лучшего журналиста а вы знаете вы знаете андре панкова знаю да как он хороший журналист андрей панков заслуживает премии рб в прошлом году дали себе ветерлецкому вы считаете что это какая-то такая премия которую нужно говорить а вы журналист какого издания никакого молодой человек своей профессии ничего не знаете если вы не знаете кто я такой а да да я в какой как у меня профессия как вы думаете ну журналист вы же интервью берете нет я не журналист я просто вот хожу с микрофоном болтаю блогер без образования сейчас можно кстати чувствуется чувствуется что без образования до чувствуется что сейчас так можно как вы зовут Вы хотя бы скажите. А как вы подходите к людям, не знаю даже кто это. Вообще легко, как видите. Легко? Да. Андрей Панков. Кто это? Борис Левин. Обладатель хрустальной совы. А серьезно? Да. А что, хрустальной совой здесь стоят? Зачем? Я думал, в випке должны где-то сидеть. У вас какой-то вопрос к кому-то? Да нет, я хочу просто поздороваться. Вы кого-то знаете лично? Молодой человек. Так, вы сначала выучите матч-часть, потом приходите вот сюда разговаривать, болтать и так далее. Давайте в следующий раз здесь же. Хорошо. Я подготовлюсь, посмотрю все выпуски. Самый умный, да, называется программа? Нет, дочки матери на деньги. А вы проиграли поэтому здесь? Да. И Панков по-португальски. Андрей Панхао. Гоу. Это Андрей Панхао. Вот он. Панхао, вот. Почему он должен получить премию лучшего журналиста России? Потому что он мой друг. А ты бы кому отдал, ему или Севе Терлецкому? Серьезно? Понял. Где Павла Фонсека? Великий. А у вас она в помещении длиннее становится? Да. На улице она, ну маленькая у вас, я видел. Обложка для паспорта, старик. Так и будет без обложки. Поистрепается, будет негодный. Не надо так, пацаны. Короче, Клаудиню не взял. Малком? Возьми обложку, брат. Паспорт? Я мамку. Эй. Опа, сейчас что-то будет. А так сразу в обложку. Засовывай. О-о-о-о. Хм. О-о-о. О-о-о. Парни, Владимир Владимирович. Впереди очень сложный матч против принципиального соперника. Несмотря ни на что, дыбите, покажите характер, покажите то, что вы настоящие армейцы, и вы вправе носить футболку с гербом на груди. Впереди один важный матч. Матч с «Зенитом». Принципиальный соперник для вас и для нас. Мы от вас ждем только одного. Все вместе с нами. Побежать! 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 Ты один за посыл, за поддержку! Работаем, ребята! Работаем! Высушите меня. Да, я Слуцкий. Ты Слуцкий? Да, я Слуцкий. Чем ты лучше, чем тот? Топ-3 качество твоей? Ну, я красивый, умный. Пока что ноль различий. И не вылетал в ФНЛ, наверное? Не, не вылетал, да. Вот мы нашли твое ключевое преимущество. Завтра увидимся на стадионе, пацаны? Да, без... Как завтра на стадионе? Так же будете поддерживать? На каком стадионе? Веб-арена. Привет, Фанайди! Домой по паспорту не ходят, вот и все. Так, а что должно произойти, чтобы ты оформил Фанайди? Совесть не продается. В одном городе за 1000 рублей люди ходят нормально, по-моему, нет? Ну, флаг им в руки. Армейцы Москвы! Армейцы Москвы! Армейцы Москвы! Армейцы Москвы! Армейцы Москвы! Елена Юрьевна, мы обосрались, не вышли из группы. Простите нас, но мы делали все возможное. Но, к сожалению, вот так получилось. Извините нас. Вы бывший футболист. Скажите, почему вы, как остальные, не засунули язык в жопу, а высказываете свою позицию довольно активно? Ну, прежде всего, я считаю, что максимальное количество и бывших, и действующих футболистов должны сейчас высказывать свою позицию. Не бойтесь, мы живем в таких реалиях, такая обстановка тяжелая, да? Все ушли. А вы что остались? Ждем. Кого? Пока все уйдут. Это Андрей Панков, вы его знаете? Да. А не хотите с ним сфоткаться? Никто не хочет, вот понимаете, в этом дело я ищу хоть одного человека. Пожалуйста, я заплачу вам денег. Нет, не надо, спасибо, я вам сам заплачу, только не надо. Тоже вам не нравится, да? Не, не особо, не в моем вкусе. Согласен. Кстати, если Андрей Панков в вашем вкусе, напишите, пожалуйста, в комментарии об этом. Педагог? Да. Я воспитатель детского сада. Серьезно? А орете на детей? Нет. Как нет? Ну, конечно, арумишь за это платят, естественно. А это вам кто? Сын. Сын? Да. А ему леща? О, это пожалуйста. А можете прямо сейчас? Да, конечно. Он знает, что... Материнский лещ, самая сладкая, что может быть. Он просто знает материнский лещ. Мать-то необычная. Сколько я лет за ЦСКА? Гоняете прямо на выезда вот это все? Конечно. Нифига. Воспитатель. Да. На секундочку. И еще гоняете на выезда. Еще, наверное, эти матерные кричалки тоже кричите. Хулиганите. И за вас закон ввели. Фанат хозяин стадиона. Это раз. Мы хозяева. Закон ввели целый. Плохой закон. Его должны отменить скоро. Почему? А чего вам не нравится? Я не понимаю. Все говорят, не нравится. А чего не нравится? Только леща не давайте мне. Домой по паспорту не ходят. Вот мне все одно и то же говорят. И что? Я вот в страну по паспорту въезжаю. Нормально? Потому что фанаты все раньше ходили без портов. Все нормально были. Покупали билеты. Были, да. Конечно, были такие моменты, когда поджигали фаеры. Громили стадион. На ЦСКА Зенит, кстати, поджигали фаеры. Как раз с этого все началось. Хорошо поджигали. Все начиналось с матча Торпедо. Торпедо это автозаводский клуб. Это почти все люди сейчас, которые болеют за ЦСКА, они начинали все с Торпедо. Все закапывает. Леща достойно уже? Достойно. Нельзя детей обижать. А вы так... Мы напишем, что это фейк. Ладно. Мами на обнимашке. Мне поцелуй. Друзья, не повторяйте это дома со своими детьми. Это был игрушечный лещ. Здравствуйте, я здесь. У меня к вам есть вопрос. Как думаете, какой? Типичный. Какой? Помните? Коммент-шоу. Когда в коммент-шоу придете к нам? Как-нибудь соберемся. Смысленно. Собираешься смысленно? Ну, конечно. И придем. Договорились. Это была серия небезопасных интервью после тренировки ЦСКА перед матчем ЦСКА-Зенит. Друзья, не повторяйте это ни в коем случае, потому что это может закончиться как угодно. Потому что здесь нет паспорта болельщика, а значит здесь кругом присутствует опасность. Она может подстерегать тебя даже возле этого забора, через который я перелезу. Ну, конечно. Хорошо.